В этот осенний призыв защищать родину отправятся чуть более тысячи ивановцев. О том, как служат в современной армии, рассказали на пресс-конференции, посвященной началу призывной комиссии. Омбудсмент в прошлом, а сейчас первый зампред правительства региона Андрей Кабанов, уверяет, родители могут не переживать, призывников в военкоматах не обидят. Все жалобы рассмотрят, спорные вопросы чаще всего касаются работы врачебных комиссий. Самыми распространенными диагнозами, обойдя психические расстройства, в последний год стали сколиозы, остеохондрозы и плоскостопие. Это зависит от того, наверное, не потому что психических заболеваний стало меньше, а стало больше костно-мышечных заболеваний, потому что люди, как правило, нетренированные и мало занимаются спортом, поэтому очень много идет со сколиозами. Мы с врачами, обсуждая этот момент, решили, что это все-таки современная обувь, не совсем здоровая, которые приводят плоскостопие, это в основном кроссовки и кеды, которые носят наши молодежь, и слабая подготовка спортивная. Выбор рода войск, в которые поступит призывник, зависит от его здоровья, особенностей психотипа и волевых качеств. Если гражданин имел какие-то конфликты с законом, естественно, есть части режимные, куда он не пойдет. Два. Третье. Если гражданин имеет высшее образование, он, как правило, направляется в учебные и воинские части. То есть от образования тоже зависит. И четвертый момент. Если он имеет какие-то спортивные разряды, начиная от первого разряда и выше, он имеет право выбора. Видо рода войск. С началом призыва в военкоматах региона начала работать горячая линия. Специалисты ответят на любые вопросы родителей, друзей и самих призывников. Вопрос номер один этого призыва – могут ли срочники оказаться на границе с Украиной? На сегодняшний день мы можем говорить, что на сегодняшний день нет. Наших призывников там нет. Ни контрактников, никого нет. Каждый призывник получает набор необходимых в армии вещей. Стоимость одного комплекта – около 10 тысяч рублей. Здесь и форма, и обувь, и предметы личной гигиены. Также будущие солдаты получат две сим-карты и электронную карту ПЭК, которая в будущем заменит военный билет. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.